Hola amigos, me llamo Alina y soy... стоп. Что-то я по-испански начинаю говорить? Я же не испанка? Это значит, я никогда не смогу переехать на Майорку. Ладно, не будем о грустном. Итак, меня уже больше двух месяцев не было на YouTube, но сегодня я вас повезу на родину Лермонтова. В Тарханы! Ура! Хэштег ЯХУЗЯЙКА Не, ну я серьёзно, для человека, который никогда не готовит, мне кажется, панкейки это очень даже неплохо. Вы знаете, как сделать меня счастливой? Нет? Я вам сейчас расскажу. Дайте мне вот это всё. Сейчас я покажу всё по отдельности. Это молоко из фундука. Оно самое-самое вкусное из них всех. Мой абсолютный фаворит. Это соевое молоко с шоколадом. Джоя не пробовала ещё, но я пробовала похудобное от Alpro. Так что я думаю, что оно будет тоже вкусным. Миндальное. Очень сильно люблю. Потрясающая вещь. И оно самое низкокалорийное из них всех. Ну и последнее, но не по важности, это рисовое. Оно тоже очень-очень вкусное. Давайте посмотрим, что у меня тут ещё есть. Хумус. Хумус просто обожаю. Попробовала буквально меньше недели назад, но просто вот любовь. Тот, который я показывала, это с кедровыми орешками, а этот обычный. И тофу. Да. Кстати, ребят, если говорить об Alpro, выдайте меня замуж, пожалуйста, за основателя этой компании. Или если вы хотите, чтобы я была как-то расположена к вам, пришлите мне коробку вот такого, вот и всё. Я буду вас любить до конца моей жизни. Ребят, если у кого-то после предыдущего крипа возник вопрос, не веган ли я, ответ нет. Но я очень люблю всякие веганские штуки. И папа на меня ругается. Он считает, что всё это фигня. Но это вкусно. Знаете, кого я встретила здесь? Кристину. Поздоровайся. Привет! Мы тут с Кристиной думаем, сколько человек попыталась или хотя бы хотела залить наверх этой стафферы. Мне кажется, никто бы не смог. Здесь консколь. Почему я так люблю серый цвет? Серый цвет, мягкая ткань. И если особенно это футболка, то всё. Я это куплю. Нет, это я не куплю. Вы уже поняли, честно про тарханы будет не вскоро. Так что если вам интересны только тарханы, то промасывайте. Райджин, ты у нас. Мы вышли тебе инструкцию, чтобы ты знала, что делать, чтобы у тебя их вернуть. Дема, мы в раю. Это книжный рай. Это рай. Девочки, говорите, что... Так, ну как вы тут расположились? У нас всё хорошо. У нас всё отлично. У нас всё отлично. У нас всё отлично. Саша уже сцепляет. Саша уже сцепляет. Ребят, то чувство, когда весь вагон обсуждает моё вечное жизнь. Ребят, скажите, что они будут. Мы не будем давать видеоуроки на камеру. Хорошо. Алина скажу, как ты будешь с ней встречаться. Да не буду я с ним встречаться. Вот вы едете, да? Бэй, без пардонности. Алина, у вас только очень красивый день. Алина, когда ты будешь варить? Я ему передам. Я варила ему борщ. Алина, дам. Шеркер. Шеркер. Бой. А мама тут миленькая. Мне нравится эта грязь. Кровоточки. Господи, это покрывало как у моей бабушки. Холодильничек. А есть ли тут у меня бар? С Кока-Колы нету тут у меня. Причастка. Да тут истерик. А мне пить всё равно ничего нельзя, потому что у меня уже закончились калории. А так что? Так что никакой кулы. Ребят, Алиночка очень-очень щедрая. Она разрешила мне помацать вот эту прелесть. Ну, посмотрите, это не просто кубик Рубика. Но он такой хорошенький. Он похож на конфетку. Я тоже себе такую хочу. Спасибо, Алиночка. Уж хорошо себя вести подарю. Короче, мы все. У нас тут пижамная вечеринка. Мил. Зацените этого милого единорога. У нас тут тусовка вдвоём. Ещё мы лесами станцевал. Да. Мы идём тусить. Алина, прокачу. Алина, ты мне нарисуешь что-нибудь? Да. Снимаешь или помнишь? Да, я снимаю. Садись. Алина, помнишь, держаться. Помнишь, держаться. Качайся. Да, нафигеть. Слушай, не рисуй. Алина, нарисуй. Алина, нарисуй. Только не что-нибудь сложное. Нет. Что-то фигню какую-нибудь. Я сейчас придумала. Вот тот самый вид. Господи, как красиво. И причём даже не холодно. Ребят, посмотрите, какая здесь красота. Просто. Да, да. Алина? Мы здесь. Я самый красивый тут. Блэкстар здесь. Вы это уже поняли. Просто зацените вот это всё прелесть. В общем, во-первых, вы уже заценили эту красоту, я надеюсь. Но я хотела сказать следующую вещь. Мы сейчас слушали очень много всего про Лермонтова. И меня поразило две вещи. Первое, это то, как астерозная была у него бабушка. Я всё прекрасно понимаю. Всё понимаю. Но кто родитель, и кто бабушка, это всё-таки неравноценные роли вообще. И почему она так себя вела по отношению к отцу Лермонтова, я не понимаю. И второе. Я не понимаю, почему можно было вызвать на дуэль из-за такого пучтяка. Почему? Это настолько странно. И этого никогда не было, ребята. Бабушке Лермонтова так хотелось, чтобы её считали бабушкой, что она прибавляла себе 12 лет в возрасте. Или 13. 12. Вообще. Я, конечно, знаю то, что женщины часто говорят, что женщины не совпадают, ничего себе не уменьшают. А тут увеличивают. Чего-то интересно. Может, ты знаешь, что ты ставлю? Красота! Короче, зимой. Засовывали людей в твою мячку. Это не наказание, это просто окрепить. Круто, да? Это антициклон. Я люблю антициклон. Солнышко, это хорошее настроение, это витамин Д. Давайте у кого сейчас посмотрим, и приступим. И шанс. Продолжение следует. Я не знаю, какого качества будут видеофайлы из дома усадьбы Лермонтова, потому что я там снимала, типа, нелегально, но просто вот кто-нибудь тоже считает, что она слишком маленькая, как там могло жить столько людей, там всё такое маленькое, или это, типа, с расчётом на то, что раньше все были на 50 сантиметров НИР? Кто увлекается таксидерами? Мне жаль, что это просто сувенир, но мне кажется, круто было бы иметь такую сахарную чашку или талиску. Ну, конечно, если вы не идёте, тогда здесь прогуляйте, здесь встречаются, перекрытываются. Ну, просто, мы кайфачка. Я, мой рай, найду. Я, короче, расстроила Алину, потому что она показала свой кошелёк с баксом бани, и я сказала, что хочу морковку, и Алина тоже захотела морковку. Короче, мы с Алиной хотим сейчас морковку, а я ещё хочу морковку с хумусом, типа, как Соня есть могла быть. Хотя хумус, я так сам по себе. Это пенза, детка. Макдональдс, это свои эмблемы, и торговый центр, который выносит даже груще, чем бум. Заценивайте, ребята, это так красиво. Мы сейчас будем делать супер-мейкап. Можно помолчать? Это великий момент, я до сих пор не знаю, как я выгляжу, но тут, короче, из меня делают русскую бабушку. Та-дам! О, я думала, что будет хуже. Ну ладно. А, это звёздочки! Какая прелесть! Ребята, я теперь красотка, да? Стой, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди на мошку. Да мне плевать, я хочу сделать некрасивый. Ну что, теперь я уже дома, мы уже вернулись. И да, в Тарханах мы провели, получается, один день. Но всё равно это было просто потрясающе. Я надеюсь, вам понравилось видео. Спасибо за то, что потратили своё время на меня. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. И если вы учитесь в школе, то я желаю вам очень-очень хороших весенних каникул. Всем пока!